Итак, дорогие друзья, доброе утро всем шалом. Доброе утро из Киева. Я в Киеве провожу уроки Торы. Вот меня даже вчера на шаббате спросили, вот как я уже столько лет провожу уроки Торы. Это у нас там 600 какой-то уже урок, больше двух лет, почти три года. Каждое утро идет урок Торы. И я вспомнил, что когда-то, когда-то, я когда учился в Яшиве, Равин, он объяснил такую вещь интересную. Он говорит, есть известная, ну все знают, есть такая заповедь, ежедневно изучат Тору. То есть написано, выига таба юмам валайла, и будешь над ней трудиться днями и ночами. Значит, ну, понятное дело, надо учить Тору днями и ночами, но не все могут учить Тору днями и ночами. Но тут есть очень хороший совет, очень хороший совет Раби Йоси Акоин в Перте. Вот он сказал нам, он нам сказал, что пусть твои все действия будут во имя небес. Если у тебя все твои действия во имя небес. И еще он сказал, иткин ацмехалель мод Тора, подготовь себя для изучения Торы. Так получается отлично, что ты можешь рассматривать весь свой день и все свои действия. Как подготовка к изучению Торы, к обучению Торы и так далее. Но все как бы, главное, твоя цель. Твоя цель, куда ты двигаешься. С этим как бы более-менее понятно. А вот, ну все-таки, как учить Тору? Во сколько учить Тору? Сколько времени учить Тору? Вот мы сейчас учим с 10 утра до 10.20, это мой урок. Я, понятное дело, к нему вначале готовлюсь. А с 10 до 10.20 это мой урок, я к нему готовлюсь. Ну почему именно вот с 10 до 10.20? И рассказал мне тогда Равин такую очень интересную историю. Он говорит, вот представь ситуацию. Что такое учить Тору? Учить Тору это соединение с Богом. Это как ты в этот момент, ты включаешь канал в своем мышлении, который называется Тора Божественный Свет. Божественный Свет, что Бог от меня хочет. Это как бы через Тору мы узнаем, что Бог от нас хочет. И как жить, как быть, как себя вести и так далее. Теперь он говорит, вот представь ситуацию. Как Бог, так как отец. Вот представь, у человека есть отец, у кого-то. Это просто такая, как метафора он дал. Который находится в каком-то доме для пожилых людей. Дом для пожилых людей. И сын этот, он отца любит, уважает. Кстати, в Израиле вот эта вот сама идея дома престарелых, то, что здесь называется. В Израиле это абсолютно нормально. То есть это очень такие дома, где они живут. У них есть медицинское обслуживание. У них такие, как мини-квартиры. Ну, в зависимости от того, сколько у тебя денег. То ты можешь или вообще иметь такой дом, где квартиры такие. Ну, в общем, это считается очень хорошо. Они там живут, у них какая-то активность и так далее. То есть, когда он мне это рассказывал, что у человека отец живет в доме престарелых. Это не было, что сын его просто там отправил куда-то и, ну, пренебрежение. Нет, это в Израиле считается нормально абсолютно. И, ну, старики, наоборот, они хотят жить в таких условиях, где им есть чем заниматься, общение. Они вместе, все приспособлено для них, для их жизни. В общем, один сын, у него был отец в доме престарелых. Он к нему каждый день приезжал. Каждый день он к нему приезжал. Его проведывать, с ним общаться. Но он к нему приезжал между делами. Между делами и то он, у него есть время. Он приехал утром. Потом у него там с утра что-то занято. Он приехал днем. В следующий день у него еще занято. Он приехал вечером. Но он каждый день приезжал. А был в этом доме престарелых еще один пожилой человек. К нему тоже сын каждый день приезжал. Но к нему каждый день приезжал сын в 10 утра. Сын говорил, папа, у меня вот день, это для меня самое важное. Я к тебе приехал, мы с тобой полчаса пообщались, и значит, дальше я все свои дела накручиваю на вот этот стержень. Что это для меня главное время. И хотя оба приезжали, два сына приезжали каждый день, оба приезжали на полчаса, но совершенно другая стоимость того, который, ну стоимость имеется в виду ценность, того, который ставил это как свое главное в день встречи, и ставил ее в одно и то же время, чем того, который находил время между другими встречами. Поэтому я, когда это тогда услышал, это было очень давно, это, по-моему, мне рассказывал Яков Кудель, такой Рав Яков Кудель. Я с тех пор подумал, что надо действительно вот идти по этой линии, установить время для Торы как главное основное, и все остальное под это подстраивать. И с тех пор я провожу вот уроки в 10 утра, ставлю, то есть даже немного, но если вы делаете это постоянно, каждый день, показывает ваше отношение как к чему-то очень важному. А если вы делаете иногда, тоже хорошо, вообще великолепно, делайте хотя бы иногда каждый час, каждый там чуть-чуть сесть, 5 минут поучиться, почитать. Но если вы даже раз в неделю делаете, а всю неделю к этому готовитесь, тоже хорошо. То есть главное, чтобы была связь с Богом, а связь с Богом возможна только через изучение Торы. Потому что когда вы, ну мысль-то она все время двигается, и человек же не может сказать, я один раз помылся, и теперь я всю жизнь не буду мыться. Нет, он должен все время мыться. Человек не может сказать, я покушал неделю назад, и теперь я не буду кушать. Нет, нужно кушать каждый день. И то же самое Тора, то есть если ты каждый день не учишь Тору и не добавляешь себе вот этого духовного света, то старая Тора, она, если ты ее не вспоминаешь, и ты ей не пользуешься, она, ну просто она где-то лежит непонятно где. Хорошо, все, а сейчас мы переходим к 19 глава. Мы изучаем Мишлей, притча царя Соломона, 19 глава, и мы дошли в 19 главе уже, знаете до какого места? Ого-го, всем хорошей недели, да. Мы дошли уже до места, которое называется... Значит, мы дошли, до 12-го отрывка мы прошли, что человек своим гневом, он включает гнев Бога, а когда он включает гнев Бога, то на него идет этот гнев Бога, ну не дай Бог, чтобы получить на себя гнев Бога. А тот, который уступает другим людям, вообще не гневается даже внутри, не раздражается, а находится в позитиве в таком, ему нравится все, что делает Бог, и он даже если не понимает, зачем Бог это делает сейчас, он все равно доволен. То тому Бог становится как роса на траве, это 12-й отрывок. Я сейчас, Алекс Паденков, я сейчас расскажу в эту субботу, у меня очень, я читал такую интересную, красивенькую, мини-зарисовочка такая, которая иллюстрирует вот это вот отношение к жизни, которое без раздражения. Значит, история такая была, что группа женщин хаббатских, да, такие активисты, жены Равинов, у них была какая-то встреча была, и они после этой встречи летели все по домам, и они долетели до Чикаго, и из Чикаго должны были разлетаться разными самолетами по, каждая по своим там местам, где они жили. Их дома ждут суббота, это было в пятницу, впереди суббота, их ждут мужья, дети, все. И вот они долетают до Чикаго одним самолетом, а в Чикаго снегопад, все, и они, значит, не знают, что делать, то есть они в аэропорту в Чикаго лететь никто никуда не может, впереди шаббат. И одна эта женщина, руководительница этой группы, она звонит срочно любавческому Рэбе, секретарю его, и звонит, говорит, передайте Рэбе, что мы застряли в Чикаго, и что нам делать, передайте Рэбе, что пусть скажет, что делать. Секретарь говорит, сейчас я спрошу Рэбе, через 5 минут перезвоните, тогда еще были автоматы с монетками. Они перезванивают через 5 минут, эта женщина стоит, все вокруг нее стоят, волнуются, что делать, как, и секретарь на том конце провода говорит, Рэбе спрашивает, что значит застряли, что значит вы застряли. Рэбе не понимает, что значит застряли. Она ему говорит, ну застряли, на английском это сток, стак, значит, это наидыше, как начинают объяснять значение слова застряли. Секретарь говорит, нет, вы не поняли, Рэбе понимает значение слова застряли. Он не понимает, почему вы думаете, что вы застряли. Вы в Чикаго, значит, Богу надо было, чтобы вы были в Чикаго. Вы не застряли, вы там, где вы должны быть в этот момент. И вот теперь, исходя из этого, дальше и планируйте свои действия. И они вместо того, чтобы думать, что мы застряли, что сломались какие-то наши планы, они приняли эту ситуацию, они начали искать там, кого можно приблизить к Богу, какие добрые дела сделать, как провести шаббат, кому помочь зажечь свечи. То есть они тут же, перестав сопротивляться той реальности, в которую они попали, они, поняв, что это зачем-то, зачем-то нужно Всевышнего, чтобы ты оказался именно там, именно в этом месте, именно в это время, у них открылись глаза и открылись совершенно другие силы для того, чтобы в любом месте, в любое время выполнять то, что называется служить Богу, задание Бога. Поэтому они, вы не застряли, он говорит, вы там, где вы должны быть. А мы там, где мы должны быть. И мы сейчас переходим к 13-му отрывку. 13-й отрывок, он нас переводит, царь Соломон нас переводит в тему семейные отношения. Семейные отношения, он был в этом специалист. У него было 700 жен. То есть мы царя Соломона должны реально слушать. У его папы было 18 жен, у царя Давида. То есть у него тоже был большой опыт в смотреть, как вообще семьи, как они, как правильно себя вести. И говорит нам царь Соломон про семейные отношения следующее. А вот Леавив Бенгсили. Значит, несчастье для отца, сын грешник по вожделению. Веделеф Торет Медяне Иша. И беспрерывное капание, как Делеф Торет, это как дождь протекает сквозь крышу и капает в дом все время, капает такая, протекает крыша. Медяне Иша, это сварливая жены. Значит, царь Соломон связывает эти две вещи, одно с другим. Он говорит, смотрите, есть у человека, человек женится, у него женится он вообще, чтобы были дети. То есть человек должен в этом мире, первая заповедь, которую Бог дал человеку, это плодитесь и размножайтесь. То есть человек должен плодиться и размножаться, а для этого нужно жениться и воспитать своих детей. Теперь, значит, вот человек женился, и у него есть какая-то жена. Да, царь Соломон в конце 31 глава в Мишле, он нам даст спецификацию, какую надо выбирать жену. Эшет Хайль Миемца, кто найдет доблестную жену. Варахок Мепнини Михра. Это дороже, чем любая драгоценность, хорошая жена. И там он нам расскажет в 31 главе, какая должна быть жена, перечислить все ее характеристики. Теперь, но здесь он описывает нам ситуацию, что если у человека оказался Бен Ксиль, Ксилита, мы знаем, это грешник по вожделению. Человек, которым управляют эмоции, который, зная, что есть Тора, есть запреты, есть Бог, есть заповеди, он все это знает, но он не может справиться со своими желаниями, хочу, эмоции. Он весь такой, ну, то есть Ксилита называется, грешник по вожделению. И если оказался у отца вот такой сын грешник, так что такие сыновья были и у царя Давида, братья царя Шломо, один его там хотел убить, второй сестру изнасиловал. Это дети царя Давида, это были от других жен, не от мамы Шломо, но там были, другой восстал против Давида в Шоломе, хотел отца убить, и изнасиловал его тоже там жен, наложниц, да, он изнасиловал. То есть прямо сказал, ну, не то чтобы публично, но вот когда царь Давид убежал из Иерусалима, он не хотел воевать со своим сыном, а тот зашел в его дворец, и там был шатер с наложницами, он, чтобы уже отрезать себе обратную дорогу, он, значит, забрал этих жен отца своего, да, то есть это ужас. И вот когда явился такой у отца, а вот Давид Бен Ксиль, когда у отца появился такой сын Ксиль, это несчастье для отца. То есть, понятное дело, если отец такой же, так он, наверное, не расстраивается. Но если отец праведник, то он, конечно, это для него несчастье, что его сын не идет по его праведному пути. Говорит царь Соломон нам, что тогда это будет беспрерывное капание, медианейша будут суды с Ишой, с женой. То есть нам царь Соломон много раз уже в Мишле говорил, что на воспитание детей очень сильно влияет мать. И мать, которая по природе своей, она сына жалеет, она, в принципе, сыновей матери не могут воспитывать. Потому что они их жалеют, они не могут дать им мужское воспитание, такое прям как надо действовать и так далее. У них сердце им жалко, и они же женщины, они не знают, как думают мужчины. И когда мать воспитывает сына по-женски, то это может привести к тому, что он станет потом грешник по вожделению, и он будет делать то, что он хочет, он будет такой изнеженный и так далее. И тогда папа на кого будет злиться? На маму. Он будет на маму, значит, у них будут в доме ужасные, ужасная будет у них атмосфера. Это первое объяснение. Другие раввины объясняют, что последствием того, что жена сварливая является такой сын. То есть, по первому объяснению, если сын ксиль, то отец будет ругаться с женой, и у них будут постоянно суды. Внутри как бы... Ну, по второму объяснению, что потому что жена вот такая, и она с мужем ругается, и как бы не дает ему воспитывать сына, потому что нам царь Салон говорил до этого, что тот отец жесток, тот отец, который не наказывает своего сына, и жестокий тот отец, который не наказывает своего сына, потому что этим самым он его провоцирует на то, что он потом в жизни будет вот этим вот ксилем, грешником по вожделению, не сможет управлять собой. То есть, сначала должен папа показать ему, что значит жестко управлять собой, а потом сын должен, мужчина должен управлять собой. А если он не управляет собой, он становится изнеженный ксиль, которого хочу, не хочу, оно оставляет в кровати, заставляет его лениться, там и так далее. В общем, нам в 13-м отрывке объяснил царь Саламон, как бы здесь непонятно, где причина, где следствие, то ли будут конфликты, если сын будет такой ксиль, то ли из-за того, что были конфликты, и он стал этим ксилем, но в любом случае, в любом случае мы видим, что семья это единая система, в которой очень важны элементы муж, жена, сын. И это три элемента, которые очень, как сказать, они показывают, насколько правильно выстроена семья и их взаимоотношения. И, значит, в 14-м отрывке царь Саламон нам дает, дает нам он объяснение, как выстраивать семью, дает нам как бы объяснение о дальнейшей этой теме. Значит, он говорит так, байт, вэгон, нахалатовод. Дом и имущество, это наследство отцов. Умэшем и от Бога, иша маскелет, а от Бога идет жена, жена маскелет, разумная жена. Значит, мы, кстати, маца иша маскелет, мы учили, тот, кто нашел хорошую жену, нашел добро, вэяфик, рацион мяшем, он вытащит, при условии, что он вытащит желание от Бога. И здесь мы видим, что от Бога жена хорошая, разумная. Давайте сейчас вот сведем это вместе. Первая часть, давайте. Дом и имущество, наследство отцов. В древнем мире, царь Саламон жил 3000 лет назад, в древнем мире не было такой быстрой, быстрой технологии, как сейчас, такого всего, ну вот, быстроты не было вообще. То есть, раньше было, еще я помню, там лет в моей молодости, по наследству переходили, там, отец костюм давал старшему брату, старший брат давал костюм младшему брату, и следующее поколение еще и донашивали этот костюм, и так далее. То есть, было, очень все было, из поколения в поколение передавались какие-то вещи, какие-то предметы мебели, какие-то там кольцо бабушкина, вот смотри, бабушкина кольцо. Сейчас уже бабушкина кольцо никто не оденет, то есть, просто это, как бы, очень странно. Но в то время накапливали семьи, накапливали вот этот вот потенциал, потенциал богатства. Самый яркий пример, это семья, семья Ротшильдов. Я в одной из книг писал историю этой семьи, книга «Самый простой путь в бизнесе», я писал историю этой семьи о том, как был вот такой вот этот Амшель Мейер Ротшильд. Он был первым в этой династии. Как есть две легенды, как они стали богатыми, это было его совершенно невероятные поступки. Мессерут-Нефиш это самоотверженные поступки, где он ради честности и ради того, чтобы помочь другому, он просто ставил под угрозу вообще свое благополучие и как у них в семье эта легенда, что благодаря этому они получили благословение божественное на богатство. Но дальше его пять сыновей разъехались в пять разных стран, стали все, в каждой стране они стали банкирами и так далее. Но что интересно, что если вы погуглите про семью Ротшильда, то они женятся только внутри своей семьи на двоюродных братьях и сестрах. И как раз, наверное, они вот этот отрывок они читали и очень хорошо его изучали. Потому что написано так, что дом и имущество можно получить по наследству, но если у тебя будет неразумная жена, она все это потеряет, она все это пустит с молотка, как вот сейчас суды, например, Джонни Депп его жена, которая у него хочет отсудить все богатство, при этом она ему изменяла там. То есть вы знаете, что если жена неразумная, то она, особенно в современном мире, может такой головняк мужу сделать, что просто ужасный. Теперь, значит, как понять, что от Бога разумная жена? Если мы вернемся к тому отрывку, что Маца Иша Маца Тов нашел жену, нашел добро, веяфик рацион Маашем и вытаскивает рацион от Бога, желание от Бога, тогда понятно вот это вот условие, при котором вообще все в жизни складывается. Вопрос, главный вопрос к человеку, какое твое намерение, к чему ты стремишься? Если человек женится, и он женится для того, чтобы выполнить желание Бога, да, то есть он изначально, он женится не потому, что он хочет, не потому, что у него там, вот это красиво, это некрасиво, когда Хафецхайм, великий мудрец Хафецхайм, когда он женился, ему предложили жену, он даже, хотя надо на нее смотреть, по Торе, надо обязательно смотреть, чтобы потом вдруг она станет для тебя отвратительно, и ты не сможешь, не сможешь выполнить заповедь, там, плодитесь, размножайтесь, и так далее, но Хафецхайм сказал, что я готов жениться, и просто так, все, я уже согласен, ему сказали, ну вы же должны посмотреть, подумать, там все, он говорит, когда завтра Суккот, праздник, и надо выполнить заповедь Итрог, а Итрогов нет, то ты берешь любой Итрог, уже ты не выбираешь, такой Итрог, такой Итрог, то есть уже есть время, когда ты должен выполнить заповедь, он говорит, я женюсь, потому что пришло время жениться, все, я выполняю заповедь Бога, и он всю жизнь прожил счастливо со своей женой, родил детей, и так далее, то есть он женился не, когда человек что-то начинает делать, хочу, не хочу, нравится, не нравится, поступило так, поступило по-другому, сказала так, то это полностью у них начинается вот такой вот хаос и качели, когда человек женится и говорит, я женюсь, и вообще я живу, потому что мне нужна система, по какой системе я живу? Рацион Ашем, желание Бога, заповеди, что правильно, для меня главное жить правильно, выполняя заповеди Бога, правильно, неправильно, да, бывает, что человек поступает неправильно, но если он хочет все время, чтобы было правильно, то он все время выруливает как бы на эту правильную дорогу. Теперь семейные отношения, если оба они понимают, что семья – это обязанность, семья – это заповедь, семья – это работа, это совместная работа. Да, если вы будете эту работу вместе выполнять правильно, тогда у вас будет еще и счастье, у вас будет еще и удовольствие, у вас будет еще и... Но это все является следствием. А началом, если ты к жизни относишься как к работе и готов работать, то тогда у тебя все-все, все у тебя приложится. И здесь как раз вот следующий отрывок, завтра мы изучим как раз об этом. Что такое лень, что такое обман, подходы к жизни, это мы завтра будем изучать. А пока давайте подведем итог, что семья это такой треугольник, в котором очень четко сразу видно, видно отражается сущность каждого. И в семье очень видно, вот сразу выходят, если у человека есть сбой программы, окружающие люди это не видят. А в семье сразу виден сбой программы и отца, и матери, и сына. То есть здесь все как на виду. Теперь это вызывает, естественно, проблемы. Любые проблемы человеку доставляют страдания. Есть люди, которые убегают от страдания, там разводятся, живут сами. Есть люди, которые страдания используют как тридер для изменений, для улучшений, для совершенствования. То есть это для них является тридером, чтобы улучшиться. И это первое, что мы изучили. Семья это очень четкий индикатор, где все проявляется. И второе, что мы изучили, что по наследству передается имущество, и, ну вот именно подход к жизни, это передается по наследству. Но если в мужчине попадается жена, которая не живет по торе, то она может все это разрушить в три секунды. Поэтому при выборе жены, первым делом, как сказал царь Саламон в конце, я сразу забегаю к конец книги Мишли, конец притчи, он говорит, То есть это важно. И женщины, которые нас слушают, вы поймите, что если вы будете жить по торе, то у вас будет все отлично и с мужьями, и с сыновьями, и со всеми. А мужчины, ищите женщин не по внешним параметрам, а по их ирата шем, трепет перед Богом, и по тому, насколько она хочет строить в свою жизнь и семью по торе. И тогда будет шломбайт, счастье, любовь, счастье у детей, счастье у внуков, деньги, здоровье, все добавится, если идти по торе. Все, всем прекрасного дня, удачи, успехов, всем до завтра. До завтра. Напишите, пожалуйста, свои выводы, эти выводы поделитесь со своим окружением, и повторяйте свои выводы, надо запомнить. То есть тора это как семена, которые если эти семена потом удобрять, а удобрять это повторять и делиться, то тогда они пускают корни, и потом рождают плоды, счастливая жизнь. Все, удачи, успехов.